Находить такие предприятия-нарушители помогут общественники. По их инициативе в России может быть создана федеральная экологическая приемная. Проект уже поддержал губернатор Борис Дубровский и пообещал представить его на заседании Госсовета по экологии. Убеждать меня в том, что это важно, не надо. Нам надо найти формы достижения этих целей. Инициативу обсуждают на встрече главы региона с представителями экодвижения. Региональная общественная приемная в Челябинске уже работает. Создана в 2015-м. За три года там приняли более 20 тысяч обращений от южноуральцев. Удалось выявить более 270 предприятий-нарушителей. Жалобы южноуральцев стали поводом для проверок силовиков, возбуждения уголовных дел, приостановки и даже закрытия некоторых производств. Нам поступает обращение, мы предоставляем человеку информацию, как он действует в те же периоды НУ. Берем его обращение, если это касаемо какого-то предприятия, и инструктируем, как правильно передать надзорные органы, в какое ведомство, допустим, в Министерство экологии или в Роспроизводнадзор. Федеральная экологическая приемная эту работу вывела бы на более высокий уровень и принимала бы сигналы от граждан в каждом субъекте России. Обсуждают на встрече и проблемы. Общественники жалуются, что охрана предприятий часто препятствует и не пускает на проверки. Сталкивались даже с применением физической силы. И здесь Борис Дубровский вновь обещает помочь. На совещании с силовиками обсудят возможность охраны экоактивистов во время рейдов. Хотелось бы здесь побольше взаимодействия и понимания у органов прокуратуры и у органов МВД, чтобы вот эти чопоксы, которые на нас нападают, они вызывают МВД. МВД приезжает в Росгвардия, забирают удостоверение, говорят, что ты там какую-то картонку тут показываешь, купил в Роспечате. Обсуждают участники и оперативность проверок надзорных органов в период неблагоприятных метеоусловий. Важно вовремя попасть на территорию предприятия и зафиксировать нарушения. Борис Дубровский акцентирует внимание, как это делать. Мы должны фиксировать, нас интересует нарушение на границе санитарно-защитных. Все, вот он зафиксирован нами, нам же туда заходить не надо, все. Значит, по сути говоря, мы можем уже сейчас начинать общаться с этим предприятием и это нарушение фиксировать как достаточное. Активисты обратились к Борису Дубровскому оказать содействие в решении этой проблемы и вынести этот вопрос на рассмотрение рабочей группы Госсовета.